МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранить нашу деревню, так заявил накануне Лукашенко на рождественской службе в храме. Диктатор подчеркнул, что именно деревня является кормилицей и фундаментом государства, поэтому ее нужно сохранить. Это заявление нелегитимного противоречит сказанному им в сентябре прошлого года. Тогда Лукашенко не собирался заниматься неперспективными деревнями. Своё развитие они могут получить только если будет интерес со стороны частных лиц, сказал тогда диктатор. При этом власти лишили бизнес налоговых льгот, которые предоставлялись им для работы в сельской местности. Примечательно, что Лукашенко уже призывал возрождать хутора и деревни в 2020 году. В тот раз он отмечал, что из-за пандемии коронавируса белорусы стали чаще задумываться о покупке собственных участков земли. Между тем, официальная статистика говорит, что сельское население страны стремительно сокращается. Только за 2022 год число проживающих в деревнях уменьшилось на более чем 35 тысяч человек. И одной из главных причин этого процесса называется проблема с поиском работы. В белорусских больницах не хватает донорской крови, из-за чего всё чаще приходится переносить и откладывать плановые операции. Информации об этом поделились в Байпол, ссылаясь на свои источники. Причиной этого, как считают медики, могло стать то, что кровь из Беларуси массово отправлялась для лечения россиян на войне с Украиной, что повлияло на желание наших граждан становиться донором. Вторая причина – отмена денежных выплат за сданную кровь и плазму. Однако, если зайти на сайт Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинской биотехнологии, то можно увидеть, что за донорство всё же платят. Стоимость данной крови варьируется от 120 до 660 рублей. Подтвердить, действительно ли оплата за донорство крови в Беларуси сохранилась, мы не можем. Если вы вдруг сталкивались с данной темой, просим написать наш анонимный телеграм-бот, адрес которого вы видите на своих экранах. За последние 12 лет Беларусь потеряла полмиллиона занятых в экономике. Больше всего от нехватки кадров пострадали сферы строительства и промышленности. Об этом сообщает газета «Беларусы и рынок». Только по данным Белстата, в ноябре прошлого года в стране работало 4 миллиона 140 тысяч человек. Это на 48 тысяч меньше, чем было год назад. При этом ведомства считают, что в Беларуси есть ещё полтора миллиона человек, которые могли бы трудоустроиться, но почему-то этого не делают. Отметим, что тренд на снижение занятых в экономике начался ещё в 2011 году. С того времени количество нетрудоустроенных превысило население Бреста и Витебска. Радикальное падение занятых произошло в сферах производства транспортных средств и ряде высокотехнологичных сфер промышленности. Примечательно, что в прошлом году ситуация обстояла иначе. И в лидерах по потере занятых оказалась информационная отрасль. Почти 40% уволенных в этой сфере не были заменены другими сотрудниками. При этом в топе по найму в течение последнего десятилетия значится сфера под названием «другая профессиональная или научная техническая деятельность». За последний год она приросла на 24%. Белорусские мошенники в каком-то смысле вышли на новый культурный уровень. Теперь они рассылают в интернете объявления о кастинге во втором сезоне популярного российского сериала «Слово пацана». По информации МВД, злоумышленники рассылают в социальных сетях сообщения о том, что кандидатура человека одобрена для съемок, а также просят указать личную информацию. Делать этого не стоит ни в коем случае, потому что это мошенники. Слово «пацана» не первый раз используется для зарабатывания денег обманным путем. В МВД рассказали, что ранее начали создаваться фальшивые сайты для просмотра данного сериала. При попытке его запустить всплывает окно, которое предлагает оплатить подписку на сутки за символическую сумму. При нажатии пользователи попадают на внешний ресурс и при оплате автоматически становятся бессрочным еженедельным подписчиком, о чем человека даже не предупреждают. В итоге с карты списываются деньги. Таких сайтов уже было обнаружено около 400. В православное Рождество монахиня пожелала всем противникам Лукашенко отправиться в ад. Такую позицию одиозная настоятельница Гродненского монастыря, игуменья Гавриила, высказала в прямом эфире гостелевидения. Служительница церкви начала свою речь с осуждения тех, кто грешит и не кается перед Богом. По мнению игуменьи, главные грешники в Беларуси – это противники Лукашенко, которого она сравнила со Всевышним. Гавриила абсолютно убеждена в том, что если бы в 2020 году те, кто поддался на бесовские уловки и пошел грешить на улицы своих городов, приползли бы на коленях к диктатору, он бы всех милостиво простил. Но поклониться всемогущему Лукашенко им помешала гордыня, а это один из смертных грехов. Напомню, в 2020 году даже среди руководства подконтрольной РПЦ Белорусской православной церкви нашлись служители, которые открыто высказались против насилия. Игуменья Гавриила коллег не поддержала и продолжила агрессивно отбивать любое посягательство на скрепы. Она открыто симпатизирует обстрелам Украины и продвигает нарративы российской пропаганды. Стали известны самые популярные имена, которыми в 2023 году белорусы называли своих детей. Среди девочек это София, что в переводе с древнегреческого означает «мудрость» или «наука». А у мальчиков Михаил, который имеет еврейское происхождение, два толкования «кто как Бог» или «никто не равен Богу». В топе популярных имен также оказались Ева, Анна, Матвей, Роман и Максим. Интересно, что предпочтения родителей из регионов довольно сильно отличаются. Так, в Могилевской области чаще всего выбирают имена София и Марк, но встречаются и более экзотичные варианты. Например, Луна, Соль, Матео, Мигель, Милани и не самый очевидный Добрыня. К слову, недавно в ТикТок завирусилось видео, в котором молодая мама пожаловалась, что в районном ЗАГСе ей не позволили зарегистрировать дочь с именем Теона, поскольку его не было в списках. В итоге ситуация успешно разрешилась, но работники администрации все же советуют родителям не называть своих детей именами, с которыми им будет некомфортно в садике и школе. Друзья, новый выпуск «Народ спросит» уже на нашем канале. В этот раз эксперты отвечали на вопросы, когда откроют границы с Белоруссией. Помогут ли Лукашенко гарантии безопасности и какой смысл в заочных судах? Все подробности можно узнать по ссылке в описании к этому видео. Спасибо вам за лайки и комментарии, ведь именно благодаря вашей активности о нас узнает большее число зрителей. До встречи завтра и, конечно же, Живее Беларусь!